МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании ТВН в студии Евгения Солохудинова. Сегодня я расскажу вам о самых заметных городских событиях и сейчас коротко о главном. Потоки твердых коммунальных отходов будут направляться на новый полигон. В Магнитогорске прекратила функционировать старая городская свалка. Стабильность и качество Центра социального обслуживания населения Ардженкидзовского района Магнитки признан одним из лучших в области. О работе полицейских из первых уст магнитогорские школьники побывали на экскурсии в госавтоинспекции. А сейчас об этих и других событиях более подробно. Порядка 30 точек на карте России столько мест посетит в рамках программы импортозамещения мобильный центр на базе КАМАЗ от компании ТМ комплексного поставщика электротехники и инженерных систем. Накануне выставочный автомобиль на несколько часов припарковался на Комсомольской площади Магнитогорска. Специалисты ММК с интересом познакомились с аналогами российских производителей электротехнического оборудования. По намеченному маршруту комплекс на колесах с выставочным помещением 25 квадратных метров стартовал из Санкт-Петербурга, где располагается головная компания ЭТМ. Стараемся охватить самые большие промышленные предприятия страны. Порядка больше 30 предприятий будет охвачено. 24 тысячи километров будет путь пройден. 17 отраслей задействовано. Ну и вот стараемся в момент попробовать отработать импортозамещение. Цель «Вояжа» мобильного центра, заполненного различными электротехническими товарами, в шаговой доступности от предприятий, ознакомить их специалистов с продукцией российских производителей, которая не уступает импортной по качеству и в разы выгоднее по стоимости. У нас сейчас время пришло для акцента на отечественных производителей. Представлено там порядка трех производителей. Ну это по сути лидеры рынка России в электротехнической продукции, которые уже проверены, испытаны на нашем предприятии. Представленные в мобильном центре образцы электротехнического оборудования можно было детально изучить воочию. Защита от выкатывания при включенном положении уже не работает. Автомат выключен, но и можно выкатывать. Заинтересовавшись тем или иным оборудованием, в мобильном каталоге можно было подобрать нужные электротехнические товары без малого по 2 миллионам позиций. Спрос очень большой, очень живой, люди очень интересуются. Компания-дистрибьютор ЭТМ сотрудничает почти с 500 российскими производителями электрики, светотехники, промышленного оборудования, систем безопасности и СКС, инженерной сантехники, крепежа, инструмента. ЭТКС с 98-го года начали собственное производство. То есть рынок на тот момент был, скажем, больше импортный, но собственники бизнеса решили производить именно в России. В городе основное производство находится именно там. Есть заводы в Новосибирске, на Дальнем Востоке. Постепенно от производства материалов перешли в производство комплексных решений. Выставочный автомобиль компании ЭТМ в свое время уже приезжал к городообразующему предприятию Магнитогорском, но с другой начинкой. Сейчас как никогда актуально для российских производителей и предприятий стать ближе друг к другу. Мобильный центр уже преодолел половину запланированного пути. В Магнитогорск он прибыл из Перми. Следующий пункт назначения – Орск. Дина Наумова, Виктор Исаев, телекомпания ТВИН. К другим темам. С 1 июля в Магнитогорске прекратила функционировать старая городская свалка. Начата подготовка к ее рекультивации. Потоки твердых коммунальных отходов будут направляться на новые полигоны мусоросортировочный комплекс. Продолжит Елена Ткач. То, чего так долго ждали жители города, свершилось. С 1 июля закончила свою работу магнитогорская свалка. Она существовала с 1957 года и за это время на площади в 60 гектаров накопила по 4 миллиона кубометров отходов. Все это фактически в черте города. С ее закрытием мы с вами поимеем эффект в виде уменьшения выбросов порядка 17 тысяч тонн в воздух, вредных веществ. К 2024 году должны с вами провести рекультивацию этой свалки. Свалку рекультивируют по принципу Челябинской. Будут использованы лучшие среди доступных технологий. И вместо дурно пахнущего мусора на большом пространстве появится зеленый холм. Проект уже скоро будет готов и исполнители приступят к работам. Новый полигон, в свою очередь, уже готов принимать отходы на сортировку, утилизацию и захоронение. То, что повторно будет отправляться на переработку, а вот то, что будет захораниваться, это будет делаться по самым современным технологиям, с учетом того, чтобы не было никаких выбросов ни в атмосферу, ни в виде стоков. Важно, что отходы не будут направляться на захоронение напрямую. На сортировочных лентах из общепоступающей массы будут выбирать полезную фракцию, которую можно пустить на повторное использование. И все это на самом современном оборудовании. Комплекс – первый значимый объект, построенный в Челябинской области после старта реформы в сфере обращения с ТКО в 2019 году. Ну а для жителей Магнитогорска – очередной этап экологической работы, которую город проводит совместно с ММК. Елена Ткач, Виктор Исаев, телекомпания «ТВИН». Магнитогорск становится одним из самых чистых городов страны, заявил глава города Сергей Бердников на заседании общественной палаты, во многом благодаря реализации проектов ПАО ММК. Участие металлургического комбината в развитии города, в том числе улучшение экологии и социальной сфере, стало ключевой темой очередной встречи. Доклады выслушала и наша съемочная группа. Магнитогорск давно покинул рейтинг самых грязных городов страны. И в этом огромная заслуга металлургического комбината, отметил в своем выступлении Сергей Бердников. Городообразующее предприятие реализует различные проекты, направленные в том числе на улучшение экологической обстановки в городе и на промплощадке. Наш город становится одним из самых чистых. Сегодня наш город весьма ваги специальными датчиками и станциями, которые в автоматическом режиме, днем и ночью, с определенным интервалом, замеряют все показатели воздуха. Именно делают комплексные измерения. И эти измерения затем анализируются и передаются в единую систему учета и контроля в области и в Российскую Федерацию. Факты в цифрах представил директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ПАУ ММК. В своем докладе Олег Парфилов рассказал о деятельности промышленного предприятия, о завершенных масштабных проектах, которые помогли снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и добиться экологического эффекта. И о ряде крупных стратегических мероприятий, которые реализуют на предприятии в настоящее время. Так на комбинате идет масштабное строительство комплекса коксовой батареи номер 12. И не только. Готовимся к Дню Металлурга запустить новые газетчатые установки в конвертном производстве и в электросталеплавильном производстве. Реализация этих мероприятий позволит на 800 тонн в год сократить выбросы по взвешенным веществам пыли. Кроме того, ввели в эксплуатацию разделительную дамбу, сделавшую оборотный цикл предприятия полностью замкнутым. Для повышения биоразнообразия в Магнитогорский пруд выпустили 800 тысяч штук молоди Сазана. В этом году Урал пополнят белым амуром и толстолобиком. В 2017 году начался федеральный проект «Чистый воздух», в котором мы принимаем участие. И с 2017 года уже по настоящее время мы сократили на 22 тысячи тонн выбросы, а к 2025 году сокращение общее составит 39 тысяч тонн. Металлургический комбинат нацелен сделать город не только чистым, но и социально благополучным. О том, что делает предприятие в рамках социальной ответственности перед городом, рассказал начальник управления делами и социальным развитием ПАО ММК. В своем докладе Алексей Коваленко отметил реализацию благотворительных программ, поддержку предпринимателей, объектов культуры, медицины, спорта, развития детских загородных комплексов. Большой вклад в металлургический комбинат делает в озеленение города. В последние несколько лет предприятие открыло двери для посетителей. В рамках развития промышленного туризма на экскурсию приглашают всех желающих. На промплощадке разработано 6 маршрутов. В прошлом году запущен новый проект в сфере промышленного туризма – водно-экскурсионный маршрут под названием «Легенды Стальной реки». В рамках водной экскурсии на катере у жителей и у гостей нашего города появилась возможность взглянуть на город и на комбинат совершенно с другого ракурса, узнать подробности об истории города и комбината. Отправная точка нововодного путешествия – это парк «Лукоморье», пляж на территории клуба «Металлург Магнитогорск». Один из масштабных проектов – парк «Притяжение», который появится в городе благодаря инициативе Виктора Рашникова. На огромной площадке построят музейный комплекс, спортивные объекты, медицинский центр и не только. Первую очередь проекта – информационный центр, фудмол, детская площадка, часть бульвара со светомузыкальным фонтаном – планируют открыть ко дню «Металлурга». Знаменательное событие состоится 17 июля. На открытие приглашают всех желающих. Ольга Аникина, Олег Карпенко, телекомпания «ДВИН». Стабильность и качество Центр социального обслуживания населения Ардженгизовского района «Магнитки» вновь признан одним из лучших в области. Так высоко учреждения оценили члены жюри регионального этапа Всероссийского конкурса профмастерства, где за высокое качество услуг второе и третье призовые места разделили сам Центр и его соцработник Светлана Обухова, чья практика ухода за гражданами пожилого возраста была признана инновационной. Подробности в нашем следующем сюжете. Стоит сказать, что система соцзащиты области, которая состоит из более чем 200 учреждений, всегда имела довольно высокий уровень качества обслуживания населения. Поэтому удивить чем-то членов жюри конкурса профмастерства сложно. Однако Центр Ардженгизовского района «Магнитогорска» сумел это сделать. Несмотря на то, что в учреждении уже функционируют 10 отделений, в рамках которых осуществляется разноплановое социально-медицинское обслуживание и реабилитация граждан, Центр продолжает активно развиваться. Стараемся ежегодно что-то новое внедрять в работу, реализовывать инновационные методы и стараемся участвовать в обязательном порядке в разных проектах, выигрывать гранты для того, чтобы оказывать помощь нуждающимся как можно всесторонне. Благодаря выигранным грантам удалось расширить направление деятельности «Школы реабилитации для граждан с инвалидностью». Теперь в рамках этой программы для граждан проводятся не только реабилитационные занятия в спортзале и консультации по льготам, но и интересные досуговые мероприятия. Мы возили конно-спортивную студию, возили студию «Базилик». Они там в интересной атмосфере учились готовить блюда. Естественно, после того, как все эти блюда приготовили, совместно уже у них был такой обед и совместно за обедом общались. Мы стараемся показать им, чтобы жизнь могла быть красочной, что можно вести активный образ жизни. Еще одной интересной формой деятельности центра стал проект «Наставничество», запущенный совместно с «Серебряными волонтерами». Цель следующая, что люди, которые уже имеют хороший жизненный опыт, могли общаться с семьей и находить пути решения, подсказывать, как решать те или иные бытовые и другие вопросы. И даже были ситуации, когда у нас, например, семья, мама одна, дети не справляются с уроками. И вот «Серебряный волонтер» приходил, общалась с ними, и плюс помогала делать им уроки. Серьезную помощь волонтеры оказывают и в работе с пожилыми людьми. Для многих из них одна из главных проблем – это одиночество. Поэтому за каждой бабушкой и каждым дедушкой закреплен свой человек, который регулярно приходит попить чай и обсудить новости. Стоит сказать, что обслуживанию на дому в центре всегда уделялось самое пристальное внимание. И большое количество нововведений всегда именно здесь. Например, соцработник Светлана Обухова ввела вот такие новшества в жизнь некоторых своих клиентов. Когда я первый раз заболела ковидом, очень тяжело было дышать. Но она где-то начиталась и сказала, что надо петь песни. И чем больше поешь, тем лучше. И мы с ней начали говорить, что одно это плохо, давай с тобой сядем и попоем. Давай сегодня немножко, завтра немножко, послезавтра немножко. Дыхательную гимнастику мне приносила. Ну, в общем, помогла мне восстановиться. С легкой руки все той же Светланы Обуховой в доме у Людмилы Петровны появились и кроссфорды, благодаря которым начала восстанавливаться еще и память. А вот для другой своей клиентки Светлана специально разучила точечный массаж. Ведь в работе для нее важен индивидуальный подход, поскольку именно он помогает откликаться на актуальные потребности конкретного человека. 30-40 минут у нас по рекламенту положено. И за это время мы успеваем пообщаться, записать продукты, которые принесли, записать заказы на будущий раз, рассчитаться, немножко массажик провести, немножко побеседовать. А как относитесь к своим клиентам? Ну, с любовью. Ну, и они мне платят тем же. Стоит сказать, что любовь к людям и стремление помочь им во что бы то ни стало являются главным двигателем всех начинаний Центра социального обслуживания Арджинкидзского района, который, по мнению жителей, на протяжении уже многих лет демонстрирует высокое качество всех оказываемых услуг. Я еще ни один заезд не пропустила. Мне здесь очень нравится. Здесь настроение поднимается, общение, заряд бодрости получаешь. И вообще здесь сотрудники такие замечательные, поэтому им хочется сюда ходить. Татьяна Артеменко, Алексей Вичинкин, телекомпания ТВИН. Продолжаем программу. Познавательная и увлекательная экскурсия была организована для воспитанников лагеря дневного пребывания школы номер 65. Дети побывали в здании госавтоинспекции, где сотрудники ГИБДД подробно рассказали им о своей службе. Также ребятам предоставили возможность посидеть в настоящем патрульном автомобиле. Встреча была приурочена ко дню рождения Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Все подробности события расскажем в сюжете. Еще на пороге госавтоинспекции слышны восторженные возгласы детей. Возможность увидеть работу настоящих полицейских изнутри выпадает не каждый день. Мне интересно узнать, сколько заработная оплата. Мне интересно, какое здесь нужно образование, чтобы здесь работать. Узнать об этом и многом другом дети смогут чуть позже. А пока инспекторы приглашают начать увлекательную экскурсию. Ее первый пункт – дежурная часть. Вы в самом сердце сейчас находитесь в подразделении нашего. И вся информация аккумулируется. Старший инспектор отделения пропаганды и безопасности дорожного движения Нонна Гейнс рассказала, телефоны здесь не умолкают. Именно сюда стекается вся информация о дорожно-транспортных происшествиях, которые произошли в городе. Сколько у нас ежедневно происходит дорожно-транспортных происшествий? Примерно от 20 и больше дорожно-транспортных происшествий. За прошедшие сутки, ребят, у нас уже два ДТП с пострадавшими было зарегистрировано. Одно столкновение транспортных средств, два человека получили ранения. А также наезд на несовершеннолетнего пешехода, 13-летнюю девочку. В ходе встречи сотрудники полиции рассказали о направлениях деятельности инспекции. Дети узнали. В структуре несколько служб – дорожно-патрульная, служба розыска, дорожного надзора, пропаганды. И у каждой своя специфика и свои задачи. Евгения Владимировна, расскажите, пожалуйста, основные направления вашей деятельности. По каким вопросам чаще всего обращаются граждане? Здравствуйте. Здесь ведется прием граждан, который осуществляется ежедневно. Выдача со спецстоянки транспорта, которые были помещены на спецстоянку за административные правонарушения. Также производится выдача водительских удостоверений по окончанию срока лишения. Также проводятся запросы по административным штрафам неоплаченным. То есть приходят граждане и интересуются, что оплачено, что неоплачено. Также выдаются справки о нелишении, которые требуются в организации для устройства на работу. Ну и если у гражданина возникают какие-то вопросы по линии ГИБДД, то здесь все на месте решается. И, конечно, в ходе мероприятия юным участникам дорожного движения напомнили о правилах поведения на дороге. Детям рассказали на конкретных примерах, чем может обернуться невнимательность. С начала года в Магнитогорске произошло 22 дорожно-транспортных происшествия с участием детей. Из них 15 только за май и июнь. Сейчас вот эта картинка, которую вы увидели, она должна у каждого в голове отложиться, для того, чтобы таких аварийных ситуаций не создавать на дороге. Нельзя выезжать на велосипеде на пешеходный переход. Запрещено пересекать дорогу на запрещающий сигнал светофора. На самокате также такие же правила, как и для велосипедистов. Дети обещали следовать правилам, поблагодарили инспекторов за их непростой труд и поздравили сотрудников госавтоинспекции с профессиональным праздником. Будем помнить мы всегда правила движения и не станем никогда делать нарушения. С днём ГИБДД! Спасибо! Спасибо большое! Была у ребят возможность задать интересующие вопросы, на которые они получили исчерпывающие ответы. Демонстрация патрульного автомобиля – заключительная часть экскурсии, которая вызвала у детей особый интерес. Инспекторы рассказали и показали, как работают проблесковые маячки и сигнально-говорящее устройство. Дети признались – понравилось все. Мне понравилось практически все. Я первый раз в полицейском участке был. Нам рассказали об правилах дорожного движения, как и где правильно кататься на велосипедах и самокатах в нашем городе. Мы узнали много нового и интересного. Мы всегда будем соблюдать правила дорожного движения. Некоторые ребята отметили, встреча заставила задуматься, не выбрать ли в качестве будущей профессии службу ГИБДД. После этой экскурсии я очень подумала, захотела стать полицейским. Экскурсия очень понравилась. Евгения Солхудинова, Денис Иванов, телекомпания ТВИН. О новостях спорта через несколько секунд. Спорт и веселье на открытом воздухе близ Верхнеуральского водохранилища. Масштабное культурно-массовое мероприятие организовали руководство и правком огнеупора для своих сотрудников и их семьи, а также ветеранов предприятия. В общей сложности корпоративный праздник собрал около 200 участников. Зрелищное действие оценила и наша съемочная группа. У огнеупора есть такая традиция ежегодно проводить внутрицеховую спартакиаду среди своих работников. Из-за пандемии об этом пришлось на время забыть. И как только стало возможным, руководство совместно с правкомом предприятия наверстали упущенное. Организовали большой праздник на корпоративной базе отдыха «Ветерок» для сотрудников и их семей. Я поздравляю вас с прекрасным семейным праздником, который в огнеупоре уже традиционный. С канцелярией небесной мы договорились, так что видите, солнце светит, тепло. Хорошо вам отдохнуть, повеселиться, посоревноваться, подкрепиться. Юные участники праздника выплескивали свою энергию в конкурсах с аниматорами, проходили различные испытания на спортивных площадках. Им по мере сил помогали старшие. Улов сегодня у нас богатый, участвовали во всех конкурсах практически. В последнем участвовали рыболов конкурс. Нужно на кольцо насадить на горлышко бутылки. Прям получилось все удачно. И у меня и у сына выиграли подарки. Очень хорошо, очень довольны. Взрослые от ребятни не отставали. Эти не подходят. На полях базы отдыха развернулись состязания по волейболу и мини-футболу. Каждый год участвовал. Играл за свой цех ЦМДО. В разные виды спорта играли. В 2014 году довелось получить лучшего игрока за год. В огнеупоре особое внимание уделяют ветеранам производства. В этом году группа почетных работников на выслуги уже посетила Еткуль, Аркаим. Были и на отдельном выезде на базе «Ветерок». Говорили здесь уху, отдыхали. Вообще здорово было. Нам давали также автобус от огнеупора. И мы сюда приезжали. Детям мороженое, дамам цветы и всем без исключения горячий обед позаботились под занавес мероприятия организаторы семейного праздника огнеупора. Музыкальное сопровождение веселого времяпрепровождения собравшихся обеспечили группа «Эль-Бэнд» и коллективы Левобережного дворца. Мы сегодня занимаемся и спортом, и культурно-массово развлекаемся. И даем старт новой спартакиаде этого года, который через год мы уже здесь, на этом месте, полноценный триатлон и добавим, наверное, те мероприятия, которые мы сегодня придумали, чтобы людям было весело. 17 июля огнеупор, одно из первых подразделений, введенных в эксплуатацию при строительстве ММК, отметит свой 91-й день рождения. В эфире телекомпании ТВИН. Смотрите программу, посвященную этому праздничному событию. Дина Наумова, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИН. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня о новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое, вы найдете в наших группах в социальных сетях и на нашем сайте tv-defin.ru. Всего доброго и до встречи.